Потому что существует много вопросов, которые нам как-то решают и рады. Какие и рады мы их можем вырешить? Ну, взгляды на то, что у нас присутствуют наши друзья из других стран. Я переслужу на российский банк. Итак, для чего создаются научные издания? Ну, в идеале, конечно, это для того, чтобы представить результаты, чтобы создать платформу для того, чтобы можно было обмениваться какими-то данными, получить оценку результатов, которые получат. В наших же реалиях мы имеем, у нас уже много лет есть журнал, но не закрывает журналный год. Или у всех соседних институтов есть журнал, нам бы тоже нужно его организовать. Или для того, чтобы опубликовать результаты кандидатских или докторских диссертаций, в этом случае наличие 5 для кандидатских и 20 для докторских, очень стимулирует открытие новых журналов. Ну, существуют также какие-то дополнительные другие варианты. Неважно, какой причиной была, почему организовался журнал, но главные редакторы, члены редколлегии должны понимать о том, что у каждого журнала должен быть определенный, обязательный набор требований, выполнив которые, они могут называться журналом. Но это, во-первых, должно быть унифицировано название на английском языке. Это название, его сокращение, должны быть зафиксированы ICCN. Редколлегия не может состоять из членов, из сотрудников только одной организации. Поэтому требование ВАГа, чтобы в члене редколлегии было не менее 6 докторов наук одной организации, выходит за всяческие рамки международных требований для журнала. Рецензенты и авторы также должны быть представлены из различных учреждений, различных стран. Периодичность нельзя нарушать, потому что нарушает периодичность ваш журнал, если он был принят когда-то в Web of Science, он оттуда исключается. И мы имеем такие примеры с украинскими журналами. Должен быть определенным образом созданный сайт. Дело не в красивости, дело в его функциональном наполнении. И также журнал должен индексироваться определенными фазами данных. Что мы имеем по названиям журналов? Например, доповеди Национальной Академии Наук Украины. Начиная с создания, много раз менялось название журнала. Это название взятое с обложки журнала. Я сильно сомневаюсь, что эти названия при их изменении менялся ICCN. Но даже если мы имеем на сегодняшний день вот это официальное название, как его авторы переводят на английский язык, когда цитируют журнал, как хотят переводить. Соответственно, у одного журнала, даже если кто-то процитировал из него статьи, мы можем найти 10 вариантов различных написаний. Естественно, никто цитирование из 10 различных написаний не сведет воедино. Все названия, если вы решили поменять название журнала, если оно у вас поменялось, вы должны зафиксировать или внести эти изменения в ICCN, то есть обратиться в регистрационное агентство или получить новый ICCN, или обновить информацию по старому. Также необходимо помнить, что ICCN у разных версий журнала, будь то печатная версия, будь то электронная версия, версия на CD-дисках и так далее, это разные ICCN. Соответственно, вы должны их получить, если какого-то у вас не хватает. Когда же мы говорим о членах редколлегии, о наших авторах, как оценивается редколлегия? Проще всего их оценить, естественно, посмотрев их статистику, их профиль в таких базах данных, как Scopus или Researcher ID. С чем мы сталкиваемся сразу? Это с наличием нескольких профилей у одного и того же человека. Для некоторых наших ученых мы можем найти до 10-15 различных профилей. Не потому, что наши ученые такие плохие. Вы знаете, что менялось правило транслитерации. Также профили в Scopus для одного автора создаются на основании его места работы. Соответственно, если автор переходил в другое место работы, у него могут возникать, могли возникнуть другие дополнительные профили. Также, даже если человек работал в одном институте, сначала институт принадлежал, то есть относился к Академии наук Украинской СССР, теперь Национальной Академии наук. Это также будет в другой профиль. Но еще одна из проблем, это то, что наши авторы зачастую для того, чтобы поменять, например, из строчной в заглавную букву, сделать им лень, переключать клавиатуру. Поэтому, как вы видите, вот ряд букв, кто из вас может определить, они написаны на кириллице или на латинице? Ну, в данном случае это украинский текст. Но, тем не менее, если мы посмотрим слово биология, вроде бы как оно нам написано, все понятно. На самом деле, четыре буквы из них написаны при украинской раскладке. Соответственно, робот, который разбирает такой текст, будь то фамилия автора, будь то название, он будет создавать и отдельный профиль, и будет некорректно индексировать публикацию. То есть, пожалуйста, говорите своим студентам, сотрудникам аспирантам, не ленится переключать клавиатуру. Тут ничего сложного нет. Так получилось, у вас несколько профилей в скопус. Это не трагедия. Что вам нужно сделать, это сесть, потратить 5-10 минут времени и объединить свои профили. Даже если у вас нет доступа к платной версии скопуса, вот для авторов есть возможность бесплатного редактирования собственного профиля. Если вы сомневаетесь, что вам и как нужно сделать, вы можете заглянуть на сайте нашего журнала в информации. Для авторов есть пошаговая с картинками инструкция, как это сделать. Есть достаточно много других ресурсов, где показано, как это сделать. Сайт издания. Уже много говорили о том, что он должен быть. У многих журналов он уже заведет. Но когда мы начинаем смотреть, что на этом сайте, к сожалению, очень часто сайт журнала привязан к организации, где он издается. Этого не должно быть. Очень часто у сайтов нет английской странички. Не указан ICCN, а этот номер является, как нашим идентификационным кодом, вот точно такой же этот код у журнала. Если вы приводите состав членов редколлегии, указываете, в каких институтах и в каких странах они работают. Правила оформления статей должны быть указаны. Нужно, чтобы был описан механизм рецензирования, правила рецензирования указаны, какие биотические нормы должны быть соблюдены при подаче биомедицинских статей. Нормы авторского права. Ну и структура сайта тоже должна быть определенной. Ну и естественно, конечно, мы порекламируем свой журнал. На нашем сайте это все реализовано. Если захотите, пожалуйста, посмотрите. Если у вас есть архив издания, и к вашему журналу выходят какие-то дополнительные номера, саплименты и так далее, вы также их можете размещать на сайте. Вот у нас выходят сборники тезисов, студенческие конференции, они тоже находятся в открытом доступе. В каждом номере журнала, на страничке номера журнала, вы можете найти информацию о содержании номера и выход на абстракт или возможность скачать полный текст. И если мы выходим на страничку резюме, то на ней должна быть приведена информация, как процитировать этот журнал, естественно, название, автор и место работы, реферат и выход на полный текст. Если же к этому, естественно, каждая страничка в таком случае имеет свой отдельный URL, то есть адрес странички. Если же к этому всему мы добавим информацию по пристатейному списку литературы, если мы на этом же сайте разместим DOI-индекс и в этом пристатейном списке литературы создадим исходящую гиперссылку, нажимая на которую вы перейдете на сайт того издания, которое вы процитируете, тем самым вы получаете вот эту так называемую лендинг-пейдж, посадочную страничку, которая необходима для того, чтобы вы получили DOI-индекс. За что читатели и базы данных выбирают какие-то журналы, а какие-то выбирают, а какие-то нет? Ну, во-первых, это профильные журналы. Математик не будет печататься в медицинском журнале, и наоборот. Определенные наукометрические показатели журнала, и в последние годы это становится в некоторых случаях определяющим фактором. Удобство подачи статей, удобство оформления материалов, скорость публикации. Это, естественно, привычка, мы куда от этого не емся, но и существуют другие варианты. Если говорить о наукометрических показателях, то два, о которых мы чаще всего слышим, это импакт-фактор и индекс Хирша. Мы помним, что импакт-фактор рассчитывается для журнала на определенный год и является ничем другим, как отношением количества цитирований, которые получил журнал в определенный год, тех статей, которые были опубликованы в два предыдущих года. Однако мы забываем о том, что посчитать количество цитирований, как правило, оно считается в определенной базе данных. То есть вот тот массив, который покрывает базу данных, там она и может посчитать. Соответственно, если журнал правильного года, правильное цитирование, но там, где процитировали эту статью, этот журнал не входит, в частности, в данном случае в Web of Science, потому что именно Web of Science рассчитывает классический импакт-фактор, то это цитирование для вашего журнала будет потеряно. Если же говорить о индексе Хирша, то данный показатель может рассчитываться не только для журнала, а также для отдельного ученого, института, организации. То есть для всего того, что имеет статьи и имеет их цитирование. И опять же, этот показатель, если у вас 20, значит, вы имеете 20 статей, у которых цитирования больше 20, больше этот показатель ничего особо вам не скажет. Но если вы знаете, соответственно, все ваши статьи, знаете, сколько раз каждая из них процитирована, то отсортировать вам список по количеству цитирований в том месте, где у вас количество цитирования будет больше или равно порядковому номеру статьи, порядковый номер статьи и будет вашим индексом Хирша. Опять же, мы привязываемся, это можно рассчитывать вручную, но, как правило, все привязывается к определенным базам данных. И если в базе данных нет статей, соответственно, посчитать будет не по чему. База данных научной литературы. Старейшая, уже много было об этом сказано, Web of Science создана. Она была понятой в кеве Юджина Гарфилда именно в тот момент, когда этот химик осознал, что он не имеет возможности прочитать все журналы своего химического профиля. И, соответственно, нужно читать какую-то небольшую часть журналов. Основываясь на законе Брэдфорда, их база индексирует 12, уже через 12,5 тысяч журналов. И украинских журналов, к сожалению, на сегодняшний день уже входит 16, потому что в этом году мы потеряли один журнал. Скопус является наибольшей базой данных. Ей всего 10 лет, 11-й год идет. У нее 21 тысяча изданий индексируется в ней. Больше представлены региональные языки. Если мы выберем Украину, то получим 50 журналов, но часть из этих журналов будет показана как неактивные, о чем уже говорилось. То есть те, которые или закончили свое существование, или выходят сейчас под другими названиями. Также есть Российская электронная библиотека, которая ориентируется на кирилличные тексты. Мы не будем сейчас говорить о корейской и китайской аналогичных базах данных. То есть все базы данных создаются с какой-то определенной целью. Ну и поскольку Web of Science это все-таки англоязычный ресурс полностью, а LCDR был не очень хорошо представлен в этой базе данных, таким образом появилась база данных Скопус, которая имеет более широкое представление. Подмет база данных биомедицинской литературы, в котором более 30 украинских журналов, это журналы открытого доступа. Также существуют другие базы данных, которых необходимо знать. То есть это не единственное, чем ограничивается база данных. И ваш журнал должен быть представлен не в сколько, естественно, в наукометрических базах данных, но также в тех базах данных, которые профильны в вашей специальности. Если это право, значит в правовых базах. И так далее. Что мы имеем? Мы имеем 1621 издания в нашем замечательном ваковском списке. Как вы видите, явно не все из них представлены на наукометрических базах данных. Относительно цифры, которые по e-library. 882. Неужели столько у нас сознательных журналов? Это не совсем точные данные. Дело в том, что поскольку e-library – это российский ресурс, одной из задач которого является подсчет наукометрических показателей российских ученых, то одним из направлений деятельности этого ресурса – это сбор статистики по российским учетам. И, соответственно, или покупаются, или обрабатываются все данные по статьям ученых, которые в данный момент работают в России. То есть, если в вашем журнале была опубликована хоть одна статья ученого, который в данный момент работает в России, вашему журналу создастся профиль в e-library, и в этом профиле, в архиве журнала, будет указана всего лишь одна статья. Ну, необходимо или донести все остальные статьи, чтобы как-то было более справедливо, ну, или как-то решать иначе. Мы уже говорили про несколько профилей у авторов. Та же самая проблема существует и журналами. В частности, любимый украинский биохимический журнал. Если мы будем искать в скокусе по СССР, почему в скокусе? Потому что в данный момент для академических институтов доступ в скокус бесплатный. Поэтому вот в скокусе мы ищем. Был Го-Го-Го-Всайс, искали Бо-Го-Го-Всайс. Ну, мы находим более 5000 различных документов. Однако, если мы возьмем, здесь есть название журнала, если мы скопируем название журнала, в одном случае мы получим 1924 документа, в другом случае 21 документ. И, соответственно, если бы какой-то автор, грантодатель и так далее, искал по названию журнала, он бы нашел не все статьи, которые есть в этом журнале. Ну, мы могли бы подумать, это просто журнал менял название. Ну, вот тут самое печальное. В 2014 году украинский биохимический журнал опубликовал 81 статью. К сожалению, эти статьи разнесены по трем разным профилям. И вы видите, что это один и тот же журнал. У него 100% одно название сейчас, официальное. Но вы видите, есть три разных профиля, причем два из них имеют абсолютно идентичное, ну, визуальное написание. То есть, видимо, какое-то есть отличие в электронном подтексте. Также уже журнал, это мы уже говорим о тех журналах, которые входят в базу данных скопусов, то есть они уже прошли отбор. Но есть определенные потери в списках литературы. Вся индексация, все цитирование считается по пристатейным спискам литературы. Дело в том, что скопус очень плохо работает с кирилличными текстами до сих пор. Возможно, эта проблема в дальнейшем будет решена. В статье украинский биохимический журнал реально 11 ссылок, в скопусе представлено только 4. Естественно, это те 4, которые были на английском языке, а не из импортных ресурсов. Кто потерял цитирование, потеряли цитирование наши журналы. Тот же 2014 год, тот же украинский биохимический журнал. К сожалению, для части статей вообще отсутствует список литературы. Как так получилось? Потому что индексация идет не с сайта журнала, не с первичной литературы, а индексация идет через медлайн. В некоторых случаях нет прямого договора скопуса и издательства журналов. На самом деле, если ваш журнал входит в скопус, не поленитесь зайти и посмотреть, как он индексируется. Если вдруг есть какие-то ошибки, неточницы, еще что-то обратите для того, чтобы эту информацию подкорректировали. Потому что в данном случае из 30 источников списка литературы в скопусе нет ни одного, и там была ссылка всего на одно украинское издание. Даже эту одну ссылку потерять для наших изданий, ну, это очень жалко. И если у вас есть сайт издания, иногда вы меняете структуру сайта, есть необходимость в этом. И, к сожалению, иногда мы можем на любых сайтах, это один попался, успел сфотографировать, я надеюсь, что этой ошибки уже нет, статья не найдена, ошибка 404. Но это же не значит, что статья куда-то пропала. И поэтому в 2000 году был предложен вот тот самый DIOI, о котором так много говорилось, который является не все средним между отпечатком пальца и штрих-кодом. И все из нас, кто читали литературу, видели эти циферки и знают визуально структуру. Также, я надеюсь, помнят, что если DIOI записан в виде гиперссылки, то это приведет вас напрямую к посадочной странице, к страничке резюме. Если же не написана эта директория, то нехитрыми манипуляциями вы все равно можете выйти на резюме статьи. Также помним, что этот индекс можно присвоить не только статье, а номеру, тому журнала, разделу книг. И в данном случае уже становится актуальным вот с виды до инши виды науковых рубит. То есть DIOI мы можем получить не только к нашей статье, а и, допустим, к нашей презентации, к нашим каким-то материалам. И вовсе не обязательно, чтобы оно было опубликовано в каком-то журнале. А варианты бесплатного получения DIOI для своей какой-то продукции, ну, через тот же ResearchGate или другие ресурсы, в принципе, они уже существуют. Единственное, что не хотелось бы, чтобы забывали, что кроме того, что CrossRef, который присваивает DIOI для научного содержимого, у них есть еще несколько опций для издателей. В частности, это система поиска плагиата и система цитирования ссылками. И мне очень приятно, что поскольку, как уже оказалось, очень много украинских журналов умеют DIOI, то в одной из наших статей была процитирована работа из «Наука и инновации». И уже на сайте, в списке литературы, на нашем сайте, есть переход на сайт «Наука и инновации». Собственно говоря, если анализировать, что увеличивает видимость журнала, то включить их в базы данных, да, в какой-то степени, но в разные базы данных. То есть у нас всплеск посещаемости пошел после того, как журнал был проиндексирован в скокусе. И сейчас идет вторая волна, когда мы приняли участие в «Кросрефу» именно в сайтах «Бэйлинкер», то есть в обменивании ссылками. Но цель наша на самом деле, когда мы говорили, что посчитать цитируемость каждой статьи можно только в определенной базе данных, то это не совсем точно, потому что при помощи «Кросрефа» и при помощи вот этого обмена цитирования ссылками в сайтах «Бэйлинкер», иногда вы на сайтах статей можете увидеть, кроме режима, кроме списка литературы, еще можете увидеть такую ссылочку с сайта «Бэйлинкер», нажав на которую вы видите список статей, которые процитировали данные. Это реализуется за счет «Диоиндекса» и это услуга для издателей бесплатная, то есть одна из небольших бесплатных. Необходимо помнить, что для «Диоиндекса» нужно подписать договор с «Кросрефом», оплатить чеченский взнос, и вот здесь возникает большая часть проблем о переводе денег с Украины за границу. Хорошо, что для академических журналов это можно решать через «Диоинфорум науку», но я надеюсь, что аналогичную какую-то пристройку необходимо для других журналов делать. Дальше, казалось бы, все просто, нужно, соблюдая определенные технические требования, подать дела для статей трех последних лет. Но вот эти технические требования иногда приводят к некоторым сложностям у издательств. И опять же, прошу, что в «Академпериодике» уже есть какой-то наработанный пакет документов, который нужно было бы применять с другим изданием, которым, допустим, при небольшой редакции сложно это технически организовать. Ну, то, что касается оплаты, это остается, то есть оплачивать нужно вовремя. Поэтому необходимо не забывать обновлять информацию, но пока у нас еще все хорошо. То есть «Диоинфорум» не является показателем научной ценности статьи, журнала и так далее. Он является показателем того, что журнал смог оплатить членский взнос и смог технически, технически он готов к вот этой работе. Но, тем не менее, при помощи этого индекса вы можете, как ученый, и создавать список собственных публикаций, и интегрировать его в референс-менеджер и так далее. То есть есть очень много всего того, что при помощи этого индекса делать проще. Почему же наши журналы имеют такой, ну, скажем прямо, очень невысокий рейдинг? Во-первых, их очень мало представлено в базах данных. У них не унифицированы названия на английском языке, соответственно, они теряют свое цитирование. Очень часто у них нет резюме на английском языке. У них нет сайтов. Не у всех, у многих. На этих сайтах представлен очень маленький архив, буквально 2-3 года или 5 лет. Узкий круг рецензентов, авторов, членов редколлегии. Редакции не проверяют списки литературы, поэтому очень часто мы можем видеть, что даже ссылка на какое-то издание идет с ошибкой, соответственно, она также нигде не учтется. Не проиндексированы списки в базах того же скокуса. И в иностранных журналах мы очень мало цитируем наши украинские издания. Соответственно, мы не можем поднять видимость наших журналов. То есть наши журналы, нашу работу, нашу науку, ее нужно рекламировать. Притом рекламировать в хорошем значении этого слова. Ну, ResearchGate, открытая база данных ученых, где вы можете разместить свою статью, и еще года не прошло, а там 300 с лишним ученых уже скачали эту статью. Они не просто скачали, они ее прочитали. И, соответственно, шансов, если эта работа интересная, шансов, что ее процитируют, будет выше. Также есть определенные идентификаторы, как ResearchGate, и ARKID, возможность социального общения в Менделее. Все это необходимо использовать для того, чтобы рекламировать наши журналы. Ну, и что необходимо сделать? Ну, в конце концерта, пересмотреть требования к специальным журналам, унифицировать названия журналов. И, соответственно, должен быть где-то на какой-то платформе список таких изданий, где мы могли бы посмотреть, как называется журнал, какое у него правильное сокращение на английском языке, его ICCN и выход на сайт. То есть вот этот список мог бы быть размещен и на сайте библиотеки Вернадского, и то, что вот ВАК или так, как он там называется, и на каких-то таких ресурсах, которым был бы простой, удобный доступ. Необходимо стимулировать наши журналы, чтобы они включались в базы данных. По стимулированиям, к сожалению, может быть только перспектива того, что журналы или не попадут больше в ВАКовский список, или будут оттуда удалены, потому что по-хорошему уже за столько лет не получилось. Необходимо рекламировать украинские исследования, опять же, я уже говорила, где. И желательно, чтобы ДИОИ получила как можно больше украинских издательств с применением вот этой опции сайта по Олегу. Ну и также необходимо думать относительно программы по возвращению цитирования именно тех, которые не проиндексированы в базах данных. Это тоже достаточно большой кусок работы. Ну, слайд благодарности этой сотрудникам Кроссфефа и сотрудникам нашего института, нашему главному редактору Егору Васильевскому, благодаря финансовой поддержке, которую мы получили от этого бизнеса, нашему главному редактору Ани Валентину Ельскому. Ну и несколько сайтов, которые могут быть вам полезны или интересны для вашей работы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то дальше мы решим.